всем приветик мой завтрак на сегодня немножко пшеной каши яичко и кофе свет парада кашки прям чуть-чуть много я ее не съем да и как бы она тоже калорийная мне в общем на завтрак не обязательно много кушать я бывает кушаю очень маленько и мне хватает на перекус у меня квашеная капуста и котлетка это все те же самые котлетки которые два дня назад сделала капуста без масла без всего просто квашеная капуста и все такой перекусик тем более капуточка очень полезная сейчас витамины содержит девочки витамины что я пью вообще сразу хочу вам сказать я не спец витамин я в этом вообще не разбираюсь но так как у меня есть определенную проблему с кожи с ногтями с волосами и все в упадке я пью коллаген плюс витамин c я уже показал по 6 таблеток утром на тощак запиваю 300 миллилитрами воды вот видите тут даже написано волосы кожа ногти и что-то еще что я не понимаю по-английски вот и пью омега 3 6 9 это фаберлика витаминки и хватает вот такой пачки на один месяц стоит на 450 рублей это комплексная в общем здесь комплекс масел ведь он же написано масло растительных смесь мост масло но как-то странно конечно склоняется эта фраза ну ладно не суть важно здесь льняное масло рыбий жир масло семен тыквы также латиновая капсула все понятно там глицерин вода и так далее это состав капсулы и масло семян амаранта просто эти все масла они действительно полезны для организма но меня например по вкусу чисто не заставить пить льняное масло еще какой-то не очень люблю на вкус они все горчат поэтому вот такой вот комплекс я пью посоветуйте что можно еще пить вообще как бы я еще комплексный пила ультравума сейчас пока не пью кончились они у меня что можно еще что очень полезно при похудении пить может быть вы посоветуете может мне эксперты есть витаминах я потому что вообще вот настолько профан единственное я знаю что с коллагеном неплохо бы еще гиалурон попить так как тоже там достаточно внушительность него сумма я никак не могу собраться и купить и нужно пропить 4 месяца вот это вот банка большая 360 таблеток это на два месяца то есть сейчас не будет заканчиваться я начну уже потихоньку заказываться herba новую баночку такую пробивается 4 месяца два курса две банки такие и делается перерыв на herbe стоит они 2000 это вот на два месяца курс в принципе если посчитать на два месяца то недорого но нужно ну как бы желательно с гиалуроном если хотите супер вау эффекта поэтому и на обед у меня борщ с йогуртом борщ я никогда не зажаливаю ничего картошечки здесь сколько попало но я старалась брать сверху где в основном капуста плавает вот в целом по идее как бы борщ не калорийным такой уж продукт там единственное что вредно это картошка так что едим и не боимся он не жирный совершенно на втором улице ну что время 8 и они поужина все забрала свой заказ и бегала по городу блин все это время занята была мне когда мне было поужинать время за 8 я теперь не знаю все есть не нет то что я вообще не хочу и нет вроде как бы и желание и аппетита и наверное сейчас сварю все грудки съем яичко и все просто маленько перекушать чтобы желудок был не пустой еще конечно нельзя такого допускать чтобы меня видно так что у меня получился сбой в питании просто была в гостях полчаса полчаса сбегала и пила там чай просто чай всего это немножко аппетит отбилась сейчас буду думать как не поужинать как-то как нам на искалую не за дефицит калорий чтобы был так что вот ну в общем такое то у меня получилось уже ужин огурчик помидорка яичко и грудка не стала я уже не гречек ничего потому что время 9 вечера пока дошла до дома пока сварила пока купила в общем углеводы уже точно нельзя есть на ночь во первых во вторых с жирами употреблять не стоит сейчас поэтому в общем вот такой у меня будет легкий ужин не сильно калорийный сегодня наверное калорий не добрала вообще так делать нельзя это и так дефицит еще сильнее его вязать уже нельзя нужно соблюдать калораж всем доброе утро мой завтрак сегодня вчерашняя кашка пшенная а то я вчера что-то многое наварила и для разнообразия порезала туда киеве и чуть-чуть полила сиропом топинамбур потому что она была вообще не сладкая вот такой у меня завтрак по калорийности очень даже неплохо плюс в киеве содержится витамин c и много витаминов на обед у меня борщ тоже самый вчерашний с перчиком навела себе так что буду сейчас кушать ничего не готовила на обед еды полной в холодильнике у меня второй обед или первый ужин в общем не суть важная захотела кушать появился хороший аппетит и в общем что я сделала это грудка вареная сколько здесь грамм 70 грудки и сделала себе салатик это руккола пол огурчика пол помидорчика и одно яичко сейчас все это перемешаю туда заправила пол чайной ложечки растительного масла оливкового не не было ну как бы и подсолнечное в принципе вполне себе подойдет в общем такой вот у меня даже это не просто перекус это я считаю полноценный прием пищи поэтому ужинать сегодня будем часов 7 чуть чуть попозже чем обычно чтобы все это у меня красота все это переварилась руккола еще раз говорю что руккола шпинат все у меня с маминого домашнего огородика поэтому такая она не супер красивая но зато молоденькая очень вкусная на ужин я решила что надо уже доесть вот эти котлетки они уже три дня поэтому я две себе положила без гарнира и вот салатик опять сделала в этот раз без яичка огурчик помидорчик лучок руккола из чайная ложечка масла на весь салатник на три порции так что вот такой у меня ужин особо ничего другого не хочется надо едать еду который есть завтрашнего дня уже на душу тут начну что-то новенькое готовить вот подходит четвертый день моей диеты к концу я наверное сегодня два дня объединял объединю потому что вчера не сильно много получилось и сегодня хотя посмотрим не знаю сегодня у меня был аппетит не очень хотелось кушать с этим аппетитом не пришлось бороться но я ничего лишнего сегодня считаю не съела был огромный соблазн у меня есть хотя бы одну шоколадную конфетку но я понимаю что в принципе сейчас не это ни к чему нужно подержаться и ограничить сладкое настолько насколько это вообще возможно пока зубы не сводит ничего такого не есть хотя конечно по калориям в принципе я могу себе позволить конфетку вообще не так-то и просто кажется набрать вот эти еще 1200 калорий когда-то на диете и кушать все такое постненькое диетическое их еще надо набрать в общем говоря но дефицит тоже нельзя дефицита не должно быть я уже говорила иначе организм понимает что вы его не дофармливаете начнет наоборот все жиры всей еды вытягивать и откладывать запасаться так сказать вот по поводу вообще моего меню моего питания вы уже поняли что у меня очень экономный бюджет на такое правильное питание то есть без красной рыбы без каких-то дорогих продуктов без каких-то супер замудренных рецептов все очень просто потому что у нас бюджетное питание в принципе в семье то есть мы не можем себе позволить какие-то там икру красную ложками есть или рыбу красную постоянно покупать рыба красную по огромным праздникам только ну как бы поэтому у меня все такое простенькое бюджетное то что будет кушать моя семья тот же борщ но он у меня получился практически постным потому что он уже на втором бульоне мясо вываренном уже то есть оно уже сварилось жир уже сошел я его слила и снова начала варить поэтому поэтому он не жирный там мало картошки было он вообще про постненький постненький был борщ без зажаров без его поэтому почему бы нет ищи пожалуйста и рассоленький что угодно если вы сделаете более-менее диетическим вот там у меня такое вот скромное питание думаю в принципе наоборот это многим будет полезно потому что показывать какие-то супер блюда из дорогих продуктов конечно это интересно посмотреть что перед чем питаться другие но в итоге начинаешь понимать что ты себе этого позволить не можешь мы-то питаемся проще самыми обычными продуктами самыми обычными овощами обычный самый там курица куриная грудка обычными крупами все такое у нас такая проблема что у нас нет в каждом магазине каких-то супер диетических продуктов у нас даже крупы там кускус булгур надо искать белый йогурт у нас только в одном магазине на районе продается причем в том в который мне неудобнее всего ходить и в который я хожу реже всего поэтому делу за белым йогуртом охота вот вот так вот со всеми продуктами один там другой там то есть в основном все не направлено вот на здоровый образ жизни ну вот так опять сижу болтаю наболтаюсь опять вам на много минут обязательно задавайте какие-то вопросы пишите комментарии может быть вы хотите меня чем-то поправить в моем меню сделать замечание тоже приветствуется потому что я же не дам не диетолог не супер профессионал все интуитивно как где-то какую-то информацию конечно я читаю смотрю но не в том объеме чтобы быть супер экспертом поэтому я принимаю все ваши замечания с удовольствием все огромны и спасибо что пишите комментарии и вообще что смотрите смотрю по активнее немножко смотрятся эти диетические блоги но если на этом прощаюсь до встречи в новом дне я думаю что он будет тоже замечательным и очень-очень вкусным и не голодным пока